всем привет с вами алексей тарасов и студия виктор сегодня мы отвечаем на ваши вопросы которые накопились за несколько лет их много и начнем отвечать поехали а какие преобразователи еще могут подойти для эпича когда вы выбираете преобразователь для электропилу эпича 3 нужно руководствоваться несколькими моментами первый пила питается тремя фазами по 220 вольт соответственно вашего продавца у которого вы узнаете параметры преобразователя должны у него спросить можно ли настроить три фазы по 220 вольт на входе в преобразователь может быть как 220 вольт так и 380 но рекомендуем 380 вольт потому что это более мощные преобразователи что касается силы тока пила питается током силой от 12 с половиной ампер до 62 с половиной ампер вот в таком огромном диапазоне вы должны это тоже спрашивать у продавца некоторые люди пытаются размышлять так раз пила 3 киловатта значит чуть-чуть прибавим и преобразовать можно где-нибудь там четыре или пять с половиной ампер пять с половиной киловатт от четырех до пяти с половиной киловатт применять ничего подобного не получится дело в том что три киловатта это мощность на которой пила работает только в холостом режиме это номинальная мощность рабочая мощность пилы порядка 6 киловатт это под нагрузкой а в режиме зажимы все 16 это нужно иметь ввиду у преобразователей которые продаются на магазинах на рынке предел предел мощности от номинального до максимального составляет не более полутора раз то есть на 50 процентов больше номинала это означает что если вы если вам предлагают преобразователь часто силой тока 20 ампер стало быть он выдаст на максимуме только 30 вот это то это тот предел который вам достаточно будет для 50 сантиметровой шины шины дальше если мы используем 70 сантиметров метод метр-двадцать или полтора метра как на торцовках там уже 30 амперами не обойдешься там нужны 40 50 и до 65 ампер то есть весь диапазон который кушает пила соответственно спрашивайте у продавцов какой диапазон то есть какой максимальный ампераж выдает этот частотник поэтому обращайте внимание больше не на мощность преобразователя она силу тока который он выдает знаете что у нас основной преобразователь это мспч но мы с недавних пор начали комплектовать также китайскими преобразователями они не только китайские есть корейские и так далее мощность их от 13 вида 11 киловатт 15 киловатт и 18 с половиной 11 киловатт на используется с короткими шинами до 50 сантиметров более длинные шины от 50 до 90 может быть даже до 110 можно использовать с преобразователем 15 киловаттным ну а если шины 150 сантиметров два метра то преобразователь будет уже 18 с половиной киловатт еще хочу заострить внимание на двух моментах связанных с преобразователями частоты первый и очень важно для нашей страны вы знаете что у нас зимы минус 20 минус 30 где-то минус 40 и даже 50 градусов цельсия если посмотрите на характеристики преобразователей а вы обязательно спросите у продавца какой нижний предел температуры работы преобразователя чаще вы увидите услышите ответ минус 8 или минус 10 градусов никогда вы не увидите минус 12 минус 20 тем более и так далее потому что преобразователи которые вы увидите рассчитаны на другие работы на другие инструменты и технику соответственно это можно обойти берете преобразователь прячите его в шкаф куда-нибудь или на производстве где температура соответствующих день не ниже 10 минус 10 пускаете кабель 50 метровый до площадки где будете перед и вуаля вы можете уже его использовать если вы на улице используйте такой преобразователь его нужно закрыть терморегулируемый шкаф мы этим заняты для адаптации как раз адаптации обычных преобразователей под наши российские температуры к слову сказать мы сделали вариант преобразователи с пилой которые рассчитаны которые этот комплект рассчитан на минус 50 градусов и наши пилой работают в условиях крайнего севера для выморозки выморозки судов что это такое смотрите по ссылке которые вы увидите вот здесь вот правом верхнем углу и последний момент который связан с преобразователем вряд ли где-то его вам скажут это просто практика когда срабатывает защита то есть когда пила застопоривается требует больше тока чем может дать преобразователь в нем срабатывает защита ничего страшного пила не сгорит преобразователь скорее всего тоже сработает защита но после этой защиты вам нужно будет сбегать до преобразователя где он там у вас стоит он же не рядом с пилой дождаться 10 секунд примерно и снова его включить то есть эти 10 секунд требуется для обычного преобразователя частоты для перезапуска вот например если мспч говорить вы можете вообще курок мне снимать не выключать то есть вы его нажали застопорилась пила преобразователь выключился автоматически вы достаете пилу из зажима не не отпуская даже курка достаете зажима и в эту же секунду начинаете работать дальше продолжаете работать дальше вот это вот такая маленькая разница которая может стоить по 10 секунд после каждого запуска вот это надо учитывать на этом все дорогие друзья будем рады ответить на ваши вопросы в комментариях а с вами был алексей тарасов и мы продолжим в следующем видео всем пока